Всем, наконец-то, здрасте! У нас тут борьба с техникой, явно из прошлого тысячелетия к нам пришедшей. Но что ничего не поделаешь, мы все-таки начали. И у нас все-таки начался спецкурс после долгих упражнений, который у нас называется, как вы видите, разработка программного обеспечения для GNU Linux. Он у нас начался с опозданием, потому что мы продолжаем бороться с аудиторией. Но, тем не менее, он у нас начался. Я хочу аудитории здешней представиться. Зовут меня Георгий, если кто, в первый раз у нас тут на канальчике. Георгий Курячий, я сотрудник факультета в учреждении математики и кибернетики. И заодно разработчик в компании Basalt SPO. Точнее, я более точный член Alt Linux Team, российской Linux Team. И мы занимаемся в компании разработкой российских дистрибутивов Linux. А мы в нашем team, собственно, занимаемся самим этим дистрибутивом. Именно по этой причине мне пришло в голову поговорить немножко в течение этого семестра про разработку приложений под Linux. Такую классическую, хардкорную. И делаем мы это на самом деле в виде спецкурса. Кафедры автоматизации системы учрежденных комплексов на факультете учреждения математики и кибернетики Московского учрежденного университета. И в данный момент передо мной даже следит некоторое количество людей, которые, несмотря на все наши приключения, все-таки пришли на спецкурс. Спасибо вам большое. Так что у нас экспериментальный формат, одновременно стрип ютубчики и одновременно аудиторный способ спецкурсам нужен для того, чтобы нормально задавать вопросы, а не в чатике там довольно долго это делать. Так что, ежели кто-то из ваших товарищей тоже захочет на этом присутствовать, я надеюсь, в следующий раз уже не будет такой тягомасины, как сегодня, в первый раз. Если кто-то из ваших товарищей тоже хочет на этом присутствовать, зовите, у нас тут, в общем, не просто вещами одного меня, а, в общем, некоторый диалог. Так же, как в свое время и в чатике в ютуб-канале. Прежде чем разговаривать про разработку под Linux, нам нужно остроить две экспериментальные фичи, не экспериментальные, а технологические фичи, которые нам понадобятся сплошь и рядом при работе как с Linux системами как таковыми, так и с всякими сопутствующими штуками. Кроме того, эта лекция, которая называется «Использование Secure Shell», нужна также и людям, которые у нас занимаются на кафедре в 321-й группе и у них практику. Короче говоря, умение владеть Secure Shell и его ключами понадобится нам не только для нашего курса, но и, например, для GitHub, например. Тем не менее, начну я разговор не с Secure Shell, а с того, что так или иначе предполагается, что мы с вами уже знаем к сегодняшнему дню, чтобы, если вы вдруг себя чувствуете вот в этом всем недостаточно компетентными, вы могли куда-нибудь сходить, там, не знаю, в ту же мою книжку какую-нибудь. У меня есть книжка, которую я написал давно назад, 20 лет назад. Господи, 20 лет назад. Нет, меньше, 15, 15 лет назад. Вот, значит, по Linux, который как раз вот по этой части. Короче говоря, от людей, которые ходят на наш спецкурс, более или менее требуется владение командной строкой Linux, ну, как минимум, на уровне уверенного пользователя. Чтобы дать вам представление, особенно тем из вас, которые там у нас в YouTube, возможно, только-только пришли и, значит, хотят понимать, что происходит. Краткий обзор того, чего от вас потребуется. Что такое командная строка? Командная строка – это, ну, вот примерчик, допустим. Вот у нас есть шил, с помощью которого мы управляем тот же Linux системой. Это такой способ организации диалога с пользователем системы, когда основным инструментом является исключительно текст. Вы что-то вводите, эта штука интерпретирует то, что вы вводите, и вам выводится результат. Вот, собственно, и все, что можно рассказать про командную строку. Можно, наверное, говоря про историю, найти картиночку. Сейчас. Когда-то очень давно компьютеры были большие размером со шкафом, а интерфейс к ним, пользователям, выглядел вот так. Это был очень прогрессивный интерфейс по сравнению с набивкой вашей программы на перфокарты и засовывание этих патч-колот перфокарт в считыватель. Что вы видите на картинке? Вы видите консоль, у которой есть клавиатура, как у печатной машинки, и ролик бумаги, как у печатной машинки. И выводите свои команды с клавиатуры, и они могут при этом отображаться на этой самой бумаге, как на печатной машинке. А потом компьютер на этой же печатной машинке вам печатает ответ. Представьте себе ощущение человека, который раньше работал на печатной машинке, а теперь печатная машинка с ним разговаривает. Это, кстати, ни много ни мало. Кент Тобсона, Дэнс Ричи, лично авторы языка программирования C, что-то хакают на машине PDP-9. Вот в эти, я бы сказал, глубинные времена и уходит история интерфейса командной строки, как интерфейс диалога человека и машины. Мы на печатной машинке набиваем текст, он, возможно, отображается на экране, а, возможно, нет. Потом нам компьютер на том же устройстве выводит результат, отинтерпретированный. То бишь, эта штука устроена как текстовый диалог. Вторая идея, которая, значит, в этой же идее, идея совмещения потока управления и потока данных. То есть мы, допустим, вот этот поток управления нам на самом деле, никакой команды нам Shell не выполнил, он вырвался на нас, сказал, что то, что вы сейчас сделали, это ошибка. То есть сами данные, например, вот такие или вот такие, или вот такие, выводятся на то же самое устройство, что и, допустим, диагностические сообщения. Те из нас, кто ходил в каком-то там семестре, в третьем семестре на операционные системы, знают, что это неправда, то, что я сейчас сказал. И что в действительности поток ошибок и поток вывода – это два разных потока данных. И мы, например, могли сделать вот так вот. И в файл O у нас попал вывод нашей программы, он в данном случае пустой, а поток ошибок остался на экране. Или наоборот, мы могли поток ошибок перенаправить в файл O, а на экране бы остался только вывод. Вот, собственно, что и произошло. Напоминаю тех, кто там участвовал, когда-то программировал на C, что у нас есть три открытых потока вывода и вывода сразу для нашей программы. Нулевой – это стандартный ввод, первый – это стандартный вывод, второй – это стандартный вывод ошибок. Вот сейчас я произвел ровно это. Здесь я первый поток перенаправил в файл, а здесь второй. Вот. Вторая вещь, знания, которые от вас требуются, и на этот раз эти знания могут быть сколь угодно глубокие, чем глубже они, тем вам удобнее будет с нами работать, вот, это знание о том, как работает командная оболочка, она же Shell. Чем больше вы в него умеете, тем проще вам будет справиться с нашим курсом, хотя непосредственно прямого отношения к этому, конечно же, не имеет. Shell является, с одной стороны, интерпретатором командной строки, то есть тем самым организатором диалога между пользователем и компьютером. Вот, это командная строка, которая интерпретируется. Вот, да, это ее интерпретация. Shell одновременно является достаточно удобным инструментом работы с самой этой командной строкой, например, ее редактором. Ну вот, вы можете заметить, что когда я там что-нибудь такое, какие-нибудь команды вывожу, иногда делаю вот так. У меня клавиши PageUp и PageDown замаплены на бегание по словам. Да? А еще я могу иногда написать вот так вот. Что это я делаю? Это я ищу по истории. Нажимаю Ctrl-R, это ReverseSearch, и начинаю набирать какую-то команду, например, все тот же XRender, и происходит поиск по истории назад на предмет того, а где там у нас лежит команда, которая вот содержит вот это XRAR. Сейчас поставлю пробел, и уже вот эта команда не подойдет, а подойдет только следующая. Ну, в общем, вот. Еще раз повторяю, ничего этого я рассказывать не буду, но знание таких штук, как быстренько-быстренько набирать на команду, как вовремя нажать на клавишу Tab. Главное, да, у человека, который работает в Shell, вовремя нажать на клавишу Tab, потому что, скорее всего, Shell за него всю команду достроит и сам. Ну, вот, например. Tab. Tab. Все, значит, оставим эту тему. Итак, умение оперировать, эффективно работать в командной строке, это тоже важный навык, который вам понадобится в наших лекциях, который я буду абсолютно без какой-либо задней мысли время от времени случайно демонстрировать. Вот. Ну, просто потому, что он у меня высокий этот навык, но не более того. Наконец, третье свойство командной оболочки Shell заключается в том, что это язык программирования высокого уровня, и у меня даже кажется, у нас даже будут задачи на программирование на Shell. Вот. Они, конечно, будут достаточно примитивные. У нас нет цели, целый курс программирования на Shell здесь, значит, развертывать, но имеется в виду то, что в принципе Shell как скриптовый язык является, ну, так сказать, актуально алгоритмически полным, на нем можно запрограммировать какой угодно алгоритм, а в силу нескольких забавных своих свойств Shell очень удобный язык, как язык склейки. Он для этого, собственно, был придуман. Например, напишите на любом другом языке программирования, кроме Shell или Perla, вот такую команду. В этой команде написано запустить утилиту в календаре с ключом минус Т и перенабравить стандартный вывод ошибок в файл под названием О. Вот просто возьмите свой любимый язык программирования и так в уме попробуйте набросать программу, которая сделает то же самое. Понимаете, да? Синтатический объем того, что у вас получится на каком-нибудь питоне, не говоря уже на C, где все достаточно низкого уровня, он, ну, так это, раз в 10 будет выше, чем вот это. То есть для некоторых применений, особенно если это речь идет о скриптовании, о склейке команд, командной строки Линукса, Shell идеальный язык программирования. У него есть другие неприятные свойства, о которых мы говорить особо не будем, но тем не менее. Это что касаемо первого перреквизита. Второй перреквизит – это некоторое понимание того, а что собой представляет вот эта самая штука, третий, вот эта штука под названием терминал, что это за квадратное окошечко. Мы уже с вами знаем, что это такое. Вот оно. Только оно лучше, потому что здесь была бумага, с которой ничего нельзя сделать. А здесь у нас, оказывается, есть условно такая матрица, сейчас посмотрим, сколько на сколько, 88 на 32 сейчас символа, классической 80 на 25, кстати. Вот. С которой мы можем что-то такое интересное делать, вот, с этой матрицей символов текста на экране, пометуя, что мы не отказываемся от классической интерпретации терминала как вот такого устройства. То есть, как устройство, у которого фактически значимым является только то, что находится в последней строке. Остальное – это такая, значит, рулон из истории того, что на нем было. Более того, этот рулон есть. Вот он. Вот он. То есть, классический терминал, он, конечно, матрица, но на самом деле он рулон. Такой вот точно, как вот этот рулон, который мы наблюдаем вот на этой картинке. Вот этот рулон. Вот. Тем не менее, об этом у нас, кстати, будет одно из следующих занятий. Тем не менее, этот самый рулон обладает дополнительными свойствами, слава богу. Как мы видим, например, там есть разноцветные буковки. Поскольку, что аппаратный терминал, что эмулятор терминал – это просто инструмент для ввода и вывода байтов, ну или там, если это Unicode, значит, двух нбайтных последовательностей. Совершенно непонятно, что такое зеленый байт, серый байт, желтый байт, фиолетовый байт. Правильный ответ – нет никаких фиолетовых байтов. И в действительности, какое бы то ни было отношение к тому, как выглядит текст, выводимый на терминал, это не какие-то специальные, значит, виды буквы В, а это вот что. Представим себе, вернемся к пониманию терминала, к пониманию устройства последовательного вывода. По одному байту на него выводится. Для того, чтобы нарисовать красивую разноцветную картинку, мы должны просто-напросто договориться о том, что некоторые байты, выводимые на терминал, не превращаются в символы, не рисуются на нем, а управляют им. Вот мы, допустим, запускаем команду cat, которая, как известно, к кошкам не имеет никакого отношения. Это просто вывод всего, что мы ввозим. Давайте мы выведем какой-нибудь байтик, escape скобка 32m и посмотрим, что получится. Ой, оно позеленило. Вот я, когда ввел последовательность escape квадратной скобкой 32m, она, как видите, не отобразилась. Вместо этого терминал поменял этот самый цвет этого печати. escape скобка 43m. Цвет фона. Escape скобка м. Все сбросили. Escape скобка ох, не помню. 10. Сейчас, давайте подгляжу в шпаргалку. Это же, я же уже не помню, но изусть такие вещи. Да, это называется escape последовательность. Совершенно справедливо. H большое. Сейчас, давайте смотреть. Escape, скобка, ну, скажем, 10.5, H большое и там кв, кв, кв. смотрите. Вот это была escape последовательность, которая переставила курсор вот сюда, фактически отмотала вот этот ролик, валик немножко назад, передвинула его вот на пятую строчку, десятый символ, если мне не изменяет память или наоборот, и вот тут только вывела вот это вот все оставшуюся штуку. То есть, об этом мы будем еще отдельно говорить, я просто говорю, чего собственно там. То есть, вся вот эта вот, весь, вся эта метафора, как это, рулона с бумагой, да, она еще и управляет. И последнее, что имеет смысл рассказать про терминал, что терминал не является просто устройством ввода и вывода байков. С помощью терминала вы можете управлять работой программ системы, непосредственно нажимая на специальные клавиши, которые, опять-таки, вместо того, чтобы просто передаваться один в один, как байт в компьютер, обрабатывались. Ну, например, вот в такого рода устройствах, вот еще с тех пор, когда вот такого рода устройства придумали, на клавиатуре придумали краешу-контрол, который строен следующим образом. Если вы нажимаете букву А, то у вас получается, давайте даже не так, если вы нажимаете букву А, то у вас получается число вот шестнадцатричный 61, а если вы нажимаете контрол А, то из этого числа вырезаются все биты, кроме нескольких младших. Видите? То есть вот два бита, которые формируют цифру 6, они просто вырезались. А большое это 41 будет. В двоичном виде два бита. А контрол А это просто один. То есть остается только младшие 4 бита. Нет, 4, 5. От нуля до 20, 16-ти речный, 5 бит. Он в аппаратных терминалах, как тот, который у нас на картине. Нажатие клавиши контрол всего-навсего вырезало часть битов, зануляло часть битов того символа, который вы нажимаете. Поэтому А это 41, а контрол А это 0,1. Или там, допустим, какой-нибудь кламени ОП П это 50, а контрол П это 10. С это 43, а контрол С это управляющий символ, а вовсе не то, что вы поняли. И это и есть еще один пункт, который хочется, чтобы вы понимали, что когда мы работаем с терминалом, часть из этих символов являются управляющими просто потому, что так написан терминал. то есть так устроено общение с вами с пользователями. Некоторые из символов, которые в идеале передавались бы один в один туда, например, контрол А и контрол П отлично доехали до нашей программы хекс-дамп, которая их собственно захекс-дампила. А вот символ контрол С вот как написано вот здесь настройках терминала до туда не доехал, потому что он является управляющим и обрабатывается прямо на входе. Есть режим работы терминала, который называется row, сырой, при котором ничего не обрабатывается на входе. И тогда контрол С никакой сигнал не передает, а прямо передается как символ с ходом 3. Вот тут, кстати, команда стт-у-а в числе прочего расскажет вам про все управляющие символы, которые в данный момент на что они замапливаны. Чисто теоретически можно даже контрол С перемапить на другой символ. Не знаю, имеет ли это смысл сейчас рассказывать, потому что это все не относится совсем к тому, о чем мы здесь собрались поговорить. Но, зато мы приближаемся дальше. Значит, про сборочные инструментарии я сегодня точно не успею рассказать, это переезжает на следующий раз. Часики спрашивают, а на чем не на С ли написан терминал? Ну, смотрите, та часть терминала, которая является линуксовой консолью, разумеется, написана на С, потому что вообще все ядро написано на С. Тот терминал, с которым работаю я, Xterm, написан на С, это я точно знаю, потому что я его собираю к нам в Alpinus. Вот. Я думаю, что на плюс-плюс часто пишут терминал, какой-нибудь КДЕ, так наверняка, но КТА, это даже хуже, чем Си плюс-плюс. Да, да, да. А, в предыдущем выводе это их сделал программа ЛС, она тоже знает, программа ЛС тоже знает о том, ну, давайте так сделаем. она тоже знает о том, что у нас, сейчас, давайте с другого конца начнем. Значит, смотрите, давайте, во-первых, начнем вот с чего. Вот. Эхо доллар терм. У вас есть переменная окружения Shell, которая говорит, что за тип у нас терминала, и тип терминала, XtermD56Color называется, вот, и если мы скажем что-нибудь такого, интересно, у меня есть такая программа, есть такая программа, вот, то нам расскажут, какие бывают вообще эскип последовательности у терминала XtermD56Color, вот, как им управлять, сколько у него там, каких строчек, сколько у него цветов, и все-таки, какой он ширины, короче, вот, все настройки терминала, которые ожидаются от терминала XtermD56Color, приедут. Этим воспользовалась программа LS, которая по умолчанию, конечно, ничего не раскрашивает, если я запущу сам LS, мы увидим обычную картинку, зато она сходила к STTY и спросила, а какой ширины у нас экран, узнала, что он 88 символов, и сказала, ну, тогда эти файлы можно в две колонки тут нарисовать, да, если бы оно было поменьше, то оно бы туда не влезло, вот, если я сделаю вот так вот, то LS уже в одну колонку только все нарисует, вот, но это одна из многочисленных фич Shell, на самом деле вместо команды LS запускается команда, ну, нет никакого гнуса, это для совместимости с 3bz, еще сделано, вот, запускается команда LS минус TTY и минус колор равняется TTY, вот сейчас, если мы запущим этот bin LS с параметром минус минус колор TTY, то он сходит к типу терминала, увидит, что это XTMD56, сходит вот к этой базе, которую я с помощью команды InfoCMP показал, увидит, какие там цвета, и сообразно вот этой переменной окружения нет, или она LS колор да, и сообразная настройка вот в этой переменной окружения прочтет ее и для разных типов файлов перекрасят в разные цвета, обратите внимание, что эти эти Linux они они считают, что есть только один тип терминала, вернее, один способ задать цвет на терминале, а именно вот это вот 44,35 это ровно та самая escape последовательность, которую я только что выводил перед вами на экране, то есть никто не подумал, когда вот дизайнил всю эту фигню, что есть терминалы, у которых цвет может задаваться совсем другим способом, а я такие видел, там можно было прямо написать red, но окей, значит на других им просто работать не будет, а может и будет, может там есть какой-то уровень косвенности, просто вот вот этот 0,135 это я так понимаю синий на чем-то, короче, вы меня поймете, так что да, и если мы, например, сделаем, смотрите, always и вот так вот сделаем, hexdump-sack, мы увидим много-много этих escape последовательностей, escape скобка 35m перекрасим в 35-й цвет, дальше, перекрасили, перекрасим обратно, escape скобка 0m, сбросили цвет, вывели в этом цвете, ну и вот они тут, 0,135m, это уже, значит, не помню, что такое 0,1, а, яркий, это ярко 0,135m, вот они все, escape последовательности, приехали, я сказал, минус-минус, color always, это значит, что ls не будет проверять, вообще на терминал он выводит или нет, а он выводит не на терминал, он выводит на, в канал, на pipe, вот, но он не проверяет, вводит он на терминал или нет, и всегда выдает те цвета, которые соответствуют типу терминала, собственно, вот мы их увидим, так бы он, конечно, если я этот, минус-минус, color always, он бы, конечно, не стал ничего раскрашивать, видя, что стандартным выводом не является терминал. Вот, вашим домашним заданием будет найти у вас терминал, потому что все команды, которые мы будем, все, что мы будем говорить в этом семестре про разработку под минус, это все будет только из командной строки. По многим причинам, одна из которых состоит в том, что, например, если у вас негде практикум по минус сделать, то вам, я его могу вам предоставить в виртуальной машине у себя на работе. Основная тема сегодняшнего разговора, которая должна была быть длинная, но в силу, значит, моего тупежа станет коротким, это как, что такое секьюри-шелл и как нам им пользоваться. Поскольку нам было уже сказано, что основной способ, которым мы с вами будем пользоваться, да и не только мы с вами. Это терминальный доступ к компьютеру совершенно необязательно, этот терминальный доступ должен осуществляться к компьютеру, вернее так, непосредственно к этому. Да, можно попробовать зайти на какую-нибудь другую компьютеру. Вот. Вот. На первый взгляд не изменилось ничего, если приглядеться. подсказка, которая выдает мне шелл, мною настроенный, поменялось, имя хоста, вот это хост, это мой ноутбук, а вот это хост, это мой компьютер, тут недалеко на седьмом этаже стоит. То есть, я сейчас ввожу команду и командую компьютером, который стоит на седьмом этаже, вот, и там вполне себе работает. Ровно так я буду выдавать вам аккаунт для практик, если вам того нужно, если у вас у самих нет линуксовой машины. Вот. Да, это команда, это тот самый секьюри-шелл, с помощью которого мы получаем терминальный доступ к произвольной системе, на которой запущен соответствующий сервер с СССР, к которому можно подключиться. Вообще говоря, ну там куда угодно можно зайти. Есть ли у меня какое-нибудь место, куда я еще могу зайти, куда-нибудь нетрадиционное? Не важно, нет. Ну, то есть, есть, но не буду это делать обычно в эфире. Вот. Ну и тем не менее, да, вот я сижу тут, работаю на машине, которая стоит на седьмом этаже, а мог бы работать на машине, которая стоит там, не знаю, в Голландии, в теннисе, в Читануге, да, или там еще где-нибудь, в Мельбурге. Не важно. важно, важно, чтобы связанность была интернетная нормальная. Понятное дело, что запускать какие-то программы с той стороны очень легко, если они работают с терминалом. Если они пользуются каким-то графическим интерфейсом, можно пробросить оттуда, куда вы зашли, сюда график. Но это уже будет некоторое такое упражнение. Возможно, это будет работать медленно, потому что, как вы понимаете, вот такие командочки они передают несколько байтов, а вот такие способы организации интерфейса они передают несколько килобайтов, если не сказать, мегабайтов. Вот. Поэтому вот. В очень древних учебниках по Linux и по Unix вы можете вместо разговора про Security Shell увидеть разговор про Remote Shell или даже про Telnet. Если вы видите текст, с которым есть слово Telnet, считайте, что он из прошлого тысячелетия, скорее всего. Почему? Потому что, как вам, наверное, рассказывали в курсе сетей, когда-то сетевые протоколы, когда они разрабатывались, как это, в последней четверти прошлого тысячелетия, столетия, не разрабатывались из соображений безопасности этих протоколов и сделали, чтобы они работали. Так как, не связываясь, защищенность. Про безопасность в смысле надежности думали, TCP прекрасно обеспечивает нам надежность. А вот относительно защищенности никто не думает. В частности, протоколы Remote Shell и Telnet осуществляли подключение терминальное с передачей логина и пароля открытым текстом прямо по той сети, через которую вы подключили. Появилась программа, которая называется там, всякие сниферы, которые подглядывали эти пароли и дальше вместо вас уже это подключение осуществлял кто-то другой, про кого-то вы ничего не знаете. не то Secure Shell. Secure Shell это инструмент надежного в смысле защищенного подключения. И он использует алгоритм асимметричного шифрования. Что такое асимметричное шифрование? Асимметричное шифрование это такая штука, когда у вас есть два ключа, не один, а два. Вот асимметричное шифрование когда у вас один ключ, грубо говоря, пароль. вы этим паролем зашифровываете текст, пароль рассказываете на ушко вашему товарищу, пересылаете ему зашифрованный текст, а ваш товарищ его расшифровывает с помощью этого пароля. Это симметричное шифрование. Асимметричное шифрование это когда этих паролей два. Один на шифрацию, другой на дешифрацию. Причем они могут быть взаимозаменяемыми. Грубо говоря, одним паролем вы шифруете, другим дешифруете и наоборот. Принято называть эти штуки не паролями, а ключами, не знаю почему. Вот асимметричное шифрование, когда ключа два, с помощью одного из них любого вы шифруете, при этом дешифрация происходит с помощью другого. В чем фишка асимметричного шифрования? Как вы думаете, если вы рассказали пароль товарищу, насколько надежно собственно само шифрование? Зависит от того, насколько надежен ваш товарищ? А если ваша задача рассказать пароль, в смысле рассылать зашифрованную информацию не одному человеку, а скажем сотне, насколько понижается надежность? Видимо в сто раз, потому что даже если вы всем доверяете как маме родной, может быть они просто неряшливые, забыл пароль, нацарапал его на крышке стола, не знаю, случайно пропалил во время лекции, как я это часто делаю. не то асимметричное шифрование. Что вы делаете? Вы разделяете ваши два ключа на закрытый и открытый. Закрытый ключ вы не показываете вообще никому, никогда, ни при каких условиях вообще храните его в каком-нибудь достаточно защищенном месте, например, на специальной флешке, на которую ключ можно записать, а прочитать его тут нельзя. зато можно смысл него шифровать. И получается простая штука, если вы шифруете данные с помощью вашего закрытого ключа, который никому не показывает, а ваш открытый ключ раздаете всем вашим знакомым, тем самым вы осуществляете электронную подпись. Почему? Потому что данные, которые можно расшифровать вашим открытым ключом, зашифровать туда, не мог никто, только вы. Закрытый и открытый ключ. А почему логин должен быть вообще каким-то ключом? Нет. Давайте еще раз. Одним ключом вы шифруете, другим дешифруете. Если вы зашифровали закрытым ключом, товарища, тот факт, что это сообщение можно дешифровать открытым ключом, который вы роздали всем своим товарищам, означает, что это вы и только вы произвели шифрацию, потому что больше нет, потому что свой закрытый ключ вы вообще никогда никому не показываете. Это называется электронная подпись. если вы зашифровали файл открытым ключом товарища, который он вам роздал, то с этих пор никто кроме него не сможет этот файл расшифровать, потому что для этого нужен его закрытый ключ, который он никому не раздает. Это обеспечение надежности соединения в смысле защиты. Все. Единственная проблема это проблема первоначального обмена ключами, потому что когда вы раздаете открытые ключи, кто-нибудь может их подменить на свои. Если есть человек, у которого есть контроль за вашим каналом, возможна атака типа monkey in the middle. Атака monkey in the middle отлично описана Александром Сергеевичем Пушкиным в произведении сказки о царе Сан-Тане. Там была такая ткачиха с поварихой со свати бабой-бабарихой. Они занимались конкретно этим. царь пишет ждать царевого возвращения. Нет, там сначала было письмо про то, что царица родила, а они подменяют это письмо, потому что некому верифицировать. и пишут родила царица в ночь то ли сын то ли дочь. Отец царь отвечает ждать царевого возвращения отцовского веления. Они подменяют, потому что опять-таки некому верифицировать. И при сообщении уже приходит другое, и царевный приплод тайно бросить в бездну. Monkey in the middle. Почему эта атака возможна в случае казалось бы супернадежного асимметричного шифрования? Потому что вы сначала должны донести ваш открытый ключ до всех ваших товарищей в неизменном виде и позаботиться о том, чтобы за это время его не подменили. Иначе вы подписали свое сообщение своим закрытым ключом, атакер расшифровал его вашим открытым ключом, подписал своим закрытым ключом, а ваш товарищ думает, что его открытый ключ это ваш, а он уже все прочел. Или там в данном случае наоборот, он подменил сообщение, потому что в данном случае речь идет о подмене электронной партисы. Как с этим бороться? С этим бороться примерно так. Да блин, ну давай уже. А, все проще. С этим бороться примерно так. Вы должны либо передавать этот ключ по надежному каналу другому, не по тому каналу, по которому впоследствии будет происходить подключение, и тогда вы как минимум повышаете надежность передачи вдвое. а в действительности если тот канал, по которому вы передаете очень надежно, вы позвонили и продиктовали, то очень сильно повышаете надежность. Но проблема состоит в том, что ключи обычно большие. вот секундочку. секундочку. Да ладно. Все подглядывают, не могу набрать пароль. вот вот ключ. Ну, это тоже ключ на самом деле. Он, конечно, поменьше, но диктовать вот такое по телефону, ну да, не говоря уже о том, чтобы вот такое, вообще говоря, как-то стремненько. Понятно, есть второй вариант. вы можете взять и соорудить из этого ключа невосстановимый хэш и продиктовать по телефону его. Он уже, по крайней мере, обозримый. Можно даже сделать сейчас там бла-бла сейчас бла только нет, не этот. Никто не помнит, как этот самый фингерпринт сделать бла-бла бла-бла-бла который с фразом никто не помнит и я не помню. Да, да. Существует группа команд которые с нашим саж и даже одну из них вот эту мы даже будем постараемся сегодня до нее дойти. В смысле? Они, как правило, установлены в вашей миксистеме. Вы читаете man.psh потом смотрите в конец и там есть seals. и продолжайте читать дальше. У нас осталось 15 минут, конечно, на тупеж, но я попробую хоть что-нибудь извлечь из сегодняшнего этого самого, а в следующий раз тогда продолжим. Вот. Так вот, значит, фингерпринт. А можно сделать даже не так. Сейчас. Почему? почему? Ну вот. Забыл. Ну ладно. кстати, может быть, здесь есть вот здесь. Сейчас. Да, точно. Значит, есть еще так называемый вариант, он называется вот, он называется GraphKey. Это тот же невосстановимый хэш, только превращенный в вот такую вот вот эскиар. Вот это нужно не для того, чтобы диктовать по телефону, а для того, чтобы самому не обмануться. Практика показывает, что запоминание таких картинок, у кого вижу, все очень хорошо работает, а у всех людей, у большинства людей работают хорошо везут все очень. Оно гораздо удобнее, чем запоминание вот таких вот бессмысленных последовательностей. Вот эти вот эскиарты, они всегда очень разные, и всегда можно, вот такая сова, видите, сова. себе придумать какие-то узнаваемые кусочки. Вот она сидит, она такая волосатая сова, вот у нее тут две ноги, ну, что-нибудь такое. Да? Нет, совершенно необязательно. Давайте посмотрим. Сейчас, а почему он мне не показал? Минус O Visual Host типа, по-моему, это называется. О! Я точно помню вот это вот. Я уже очень хорошо помню этот самый. Такая стрелка, вот представьте, символ следовательный, только слева вот вниз вот одна линия, вот вторая линия, и вот сама стрелка. Вот. Я его узнал. На взгляд, вот они все очень разные, понимаете? Вот. Ну, давайте попробуем ради интереса на LocalCose сходить. Вот она совсем другая. На эту машину я очень редко хожу, и вот этот вот кракозяблик, это удочка резиновая такая, я на нее редко гляжу. Вот. Это еще один из способов удостовериться, что никакой подмены не происходит. Понятное дело, что если вы один раз уже запомнили этот, уже согласились с тем, что ключ такой, дальше проблем не будет. То есть, смотрите, если мы, например, заходим, сейчас, давайте вот так вот сделаем. вот удалили, удалили, вот, если мы заходим опять на греб, он говорит, так, слушайте, кто его знает, что это за машина? Вы только что удалили из списка известных компьютеров компьютер с вот таким вот ключом. Вот его фингерпринт, вот его фингерпринт в Аске и Арте. Вы согласны с тем, что это он или нет? По-хорошему, я сейчас должен позвонить админу и спросить, админ, вот я хочу зайти на Джордж Греб, ну, короче, на Греб, на Греб СМСУР, у него точно вот этот фингерпринт созвониться или зайти на какой-нибудь сайт, где, значит, этот фингерпринт опубликован, про который я точно знаю, что его не подминят. Но я поступлю более легкомысленно, я вспомню, что вот эта вот стрелка диагональная, это точно его фингерпринт, поэтому скажу yes, и в результате этого yes у меня отложится в соответствующем месте отложится конфигурация что, вот сейчас посмотрим, вот они, да, ну, они просто для разного нужны, да, да, это одно и то же, там еще был бла-бла код, но почему-то я его не нашел, там еще иногда хэш представляется в виде таких последовательных слогов, которые удобно по телефону диктовать ватс, он, ну, почему-то вот я не нашел, можно найти, можно поискать, вот, в чем дальнейшая хитрость, да, хорошо, все это сделали, фингерпринтом обменялись, в смысле, этим самым, фингерпринтом проверили, хостки, то есть, ключ, идентифицирующий тот хост, на который вы зашли, у вас отложился в этом самом, в файле, который называется кноунпост, все хорошо, теперь мы можем заходить на удаленную машину просто по паролю, но заходить по паролю идея не очень хорошая, потому что вам этот пароль приходится говорить много раз, этот пароль для удаленной машины, мало ли что, это первый вариант, первый, первая идея, почему не хорошо, вторая идея, иногда бывает нужно, чтобы какие-то команды выполнялись удаленно, и вводить в это время пароль нельзя, ради чего это все говорится, это говорится ради того, чтобы можно было, например, на гитхабщике с хашной ключи выкладывать, и тут появляется понятие ключ, что такое ключ, вы можете сгенерить специальный закрытый ключ, закрытый, никому не показан, открытый ключ положить в специальное место на удаленной машине, со словами вот если кто с таким ключом придет, сразу его пускай, в частности, вы могли пропустить этот момент, а он произошел, я не вводил логина, я не вводил пароля, почему, меня пустило по ключу, давайте этот процесс, у нас как раз есть немножко времени, давайте этот процесс проделаем от начала до конца, и так уберем все ключи из нашего демона, из нашего до этого самого, да, вот, нет и нет, оба ответа нет, ни зашифровки данных и ни рассылки порой, еще раз, ключ, это такая пара, про которую вы обещаете, что вы не будете раскрывать ее секретную часть, мы ее сейчас вам и раскроем, но тут же закроем, а нет, не будем ее раскрывать, вот, и тогда вы можете, если вы пообещали, что вы секретную часть, закрытый ключ, не будете никому рассказывать, вы можете на удаленной машине разрешить заходить на эту удаленную машину по предъявлению этого ключа, что значит по предъявлению, а то и значит вы шифруете своим закрытым ключом и если то, что вы зашифровали своим закрытым ключом дешифровывается на той стороне вашем открытым, значит это вы и вас можно пускать, помните, этот способ использования асимметричного шифрования это фактически электронная подпись, никто кроме вас не смог бы зашифровать эти данные, поэтому вас можно туда пускать, вот мы сейчас это и сделаем, сначала мы сгенерируем ключ, где она моя, спасибо, ну да, вы просто с хоккей ген, вот, они спросят, а куда складывать закрытый ключ, вот это закрытый ключ, никогда его никому не показываете, вот это пасфраза, по которой мы защищаем наш этот самый ключ, она может быть пустая, но имейте в виду, что закрытый ключ с пустой пасфразой, как только до него доберутся, то вы его пропалили сразу, поэтому давайте каким-нибудь парольчиком защитим, все, а это его, собственно, фингерпринт, видите, такая загогулина, такая, молния такая, маленькая, прилипшает вот тут вот к полу, пасфраз, это штука нужная для того, чтобы вообще ваш закрытый ключ расшифровать, вы можете ее не указывать, тогда ваш закрытый ключ будет лежать в этом файле в абсолютно незашифрованном виде и первый человек, который до него доберется, а тут он хотя бы будет думать, какой там пасфраз, это пароль для пароль, точнее пароль для ключа, мы сейчас поговорим, я надеюсь, мы успеем поговорить о том, зачем он такой нужен и почему, ну как бы, зачем нам менять шило на мыло, дальше что мы делаем, дальше наша задача добавить вот этот ключ, открытый, их там пара теперь, ну, ну, вот они, вот он, вот этот публичный ключ, наша задача его добавить во все места в файл авторайзит кейс, точка с хавторайзит кейс, на тех компьютерах, на которые мы собираемся логиниться, это можно сделать двумя способами, руками и ногами, сначала давайте сделаем ногами, а потом посмотрим, ну, или нет, давайте сейчас сделаем рука, вот я, значит, захожу, захожу на, куда, на греб, меня туда не пускают без пароля, потому что у меня ни одного ключа с собой нету, а этот ключ там не зарегистрирован, хорошо, я наберу пароль, и вот, у меня там есть уже некоторый набор ключей, по которых меня пускают, но вот поэтому этого ключа еще нет, ну, значит, мы его допишем руками, кат, нет, эхо, нет, кат, кат, больше, больше, точка ссх, авторайзит кейс, и вот эту всю фигню туда мы вписываем, вот, теперь этот файл имеет вот такой вид, и вот по этому ключу нас туда теперь пускают, я очень сильно подозреваю, что это от предыдущей лекции остатки, которая была год назад, что вы спрашиваете? Туда, куда вы заложили, там оно и появилось, да, вот, вот в результате этой команды, эта строчка появилась в этом файле, на той машине, на которой вы эту команду выполнили, на какой же еще? Туда, куда я, куда я хочу заходить с этим ключом, а не с этим паролем, да? Попробуем, теперь, о, теперь он говорит, слушайте, туда можно по ключу зайти, хотите распоролить ключ? Я говорю, ну хорошо, хочу. Пустило. И вот тут возникает вопрос, зачем нам мяч шил на мыло? Мы только что заходили на этот сайт по паролю, теперь мы заходим по ключу, у которого тоже есть пароль. И там вводили пароль, и здесь вводили пароль. Разницы две. Первая разница. Это пароль от удаленной машины. Изначально был пароль от удаленной машины, который туда надо было передать. Пароль надо было туда передать. Ну такое. Правда по СССР передавать пароль вроде бы не опасно. И второе. Если у вас таких машин, как у меня, например, не одна, а дюжина, то либо у них у всех одинаковый пароль, что повышает вероятность взлома во столько раз, сколько у вас машин. Либо у всех разный пароль, что понижает вероятность запоминания пароля во столько раз, во сколько у вас машин. Если же вы разложили ключ по этим машинам, у этого ключа один пароль. И это очень хороший, годный пароль в том смысле, что это закрытый ключ, который вы никому не показываете, никуда не копируете. Он всегда лежит в запасном каком-то месте. Это у меня на лекции он лежит прямо здесь. Обычно он лежит там на флешечке или на ноутбуке персональном. Поэтому вероятность его пропалить довольно низкая. А если уж вы и его пропалили, то наверняка вы пропалили еще кучу всего важного. Так что у вас, может быть, это не самая главная проблема в вашей жизни. То есть один пароль от доступа к любому месту, куда вы это все заложили. Но, и сейчас я сожру некоторое время дополнительно, иначе у нас лекция получится совсем уже короткая. Но есть еще одна фишка. вы можете на вот этой доверенной машине, на которой вы все равно рассказываете пароль от ключа, запустить специальную программу, которая называется агент, которая будет хранить этот распарольный ключ и потом всем им показывать. То есть тогда вы этот пароль вводите только один раз, отдаете распарольный ключ агенту, и при попытке зайти на соседнюю машину агент предъявляет этот ключ, ну, в смысле, не его, а открытую часть. Вернее, он им шифрует и предъявляет зашифрованный трафик. Вот. И вам уже в этого пароля вводить второй раз не надо. Так за дизайн сам протокол Secure Shell, что если у вас есть агент, то сначала мы спрашиваем у агента, а нет ли у тебя распарольного ключа. Если есть, мы этим ключом попытаемся шифровать трафик, и если с той стороны этот ключ зарегистрирован, там его дешифруют, все. Если вы не уверены в вашем компьютере, то вообще говоря, и по фразу от ключа на нем набирать нельзя. Если вы уверены в вашем компьютере, то в общем разница невелика за исключением одной маленькой детали. Если у вас много пользователей, и, например, вы не root или не вы root, то ваш суперпользователь конечно может получить доступ ко всем вашим секретным ключам, если вы их храните прямо. И если вы храните, например, на флешечке, а потом скормили, ну кстати, да, если вы храните на флешечке, то агент не будет запоминать этот ключ, он будет ходить к флешечке и дешифровывать. Но да, вот в этом смысле есть некоторые, но это не очень сильное понижение. Ну вот, давайте это сделаем, потому что это удобно. Запускаем агент. Обычно это делается так, ну давайте убьем всех агентов, убить всех агентов. И запустим их заново. Запускаем агента, он называется сахагент. Он говорит, тут целая куча всякой информации, в действительности это нужная информация, если вы сахагент запустили просто так, вам на самом деле надо сделать вот так вот. Взять и все эти команды выполнить, скопипасить их в терминол. Ну потому что вот это переменная важная, это авторизация агента, вот это переменная важная, это PID-агент, которым вы запустили. Короче, это важная вещь. Вот. Тут меня спрашивают, а можно ли с двух сторон врубить свое шифрование. Можете? Напишите плагинчик к соответствующему шифровальному модулю, врубайте его с двух сторон. Я не очень понимаю вопрос. У вас. А, вопрос, не нужен ли OneTime OTR? Я не знаю, честно. Меня это не очень волнует, потому что OTR-то все-таки однократный доступ, а нам нужен постоянный доступ. И для этого как раз мы и разбираемся с агентом. Да, запустили агент. Именно из агента мы получаем информацию о том, какие у него зарегистрированы сейчас ключи. Никаких. Давайте добавим ему ключ, который, собственно, секретный. Вот этот. Он говорит, а пасфразу. Ну, хорошо, пасфразу. Вот он этот ключ. Естественно, это открытый. Вот его фингерпринт. И вот сейчас нас будет пускать с этим агентом на все машины, где этот ключ зарегистрирован беспарольно. Проверяем. Та-дам. Давайте посмотрим, как это работает. Ключ к минус V в команде SSH расскажет нам, а что, собственно, происходит, когда мы логинимся. Вот мы прочли конфигурационные файлы. Вот мы зарегистрировали целую кучу разных ключей, которых у меня тут в количестве. Вот мы хостки загрузили. Вот какие-то, которые относятся к нашим хостам, к которым мы знаем, для которых мы уже проверили, верифицировали эти хостки, эти ключи. Вот. Дальше мы ломимся на, собственно, на греб. Вот мы туда ломимся. Там мы проверяем наличие этого самого греба в хостке. Он там нашелся. Чача. Чача-2. Вот. О, нашелся. Этот хост, на который мы зашли, нашелся в нашей хостке. У него есть ключ. Мы уже ес ответили один раз на этот вопрос. Тот ли это хост? Дальше мы думаем, что дальше делать. Дальше мы проверяем, а что он умеет. Он говорит, слушайте, а у нас тут довольно много ключей. давайте мы попробуем эти ключи предъявить удаленному хосту. Вдруг какой-то из них зайдет и у нас будет авторизация по ключу. Это все сходило. К агенту он еще не сходил. Вот. Вот он стал разговаривать, какие ключи, какие ключи. и он говорит, вот, у нас есть ключик и ДРСА, у него есть пароль в агенте, он где-то в агенте там сидит. Вот. А сервер принял этот ключик. Ну, шикарно, значит, нас сейчас спустят и нас спустил. В отсутствие агента, вот в этом месте, когда мы начинаем предъявлять ключи, от них он начинает спрашивать пароли. Потому что ключ за пароль. Вот. Вот это ответ на вопрос, зачем он меня лишил на мы. Потому что теперь, до тех пор, пока у нас есть агент, с этим ключом мы можем ходить, куда хотим. Да. Именно так. И только так. Вот. Если вы в ключ не положите пасфразы, а будете сделать ее без пасфразы, то и агент не нужен. Но, повторяю, если вы этот ключ пропалите, закрытый, да, то, как бы, не будет вот этого момента, когда, значит, его попытаются взломать, потому что взломать там нечего. Зачем я это рассказываю? Во-первых, потому что, если вам понадобится аккаунт на сервере практикума, чтобы решать задачи на сервере практикума, почитайте, почему это может понадобиться. Нам пора заканчивать, да? Вам это может понадобиться, потому что на сервере практикума все будет заранее настроено, я сам буду делать там практику. А на вашей Linux-системе вам, возможно, придется заниматься сборочным окружением самостоятельно. И если вы себя чувствуете не уверен, может быть, на удаленном сервере вам окажется просто проще. Так вот, туда вы будете ходить исключительно по ССХ, и не как иначе. Ну, потому что, а как еще? Вот. Да, а еще есть такая специальная программа ССХ Copy ID, которая делает ровно то, что я проделал руками. Помните, я вывел на экран ключ, засыхался по порогам, рулю на машину и сделал кат больше-больше к known hosts, authorize case. Вот такая команда делает то же самое, только автоматом. Так. Знаете, что самое смешное? Что я, кажется, рассказал почти все, что здесь написано. тут еще описание атаки, но давайте вы это самое без меня это прочитайте. Поскольку я взял на себя наглость выжать еще немножко вашего времени, прошу прощения, я сейчас закончу. Расскажу просто о некоторых фишечках, которые вы получаете вместе с секьюри-шеллом, так сказать, почти что за бесплатно. Первая фишечка это так называемый проброс агента. Вы можете с одной машины зайти на другую и притащить с собой аутентификацию от вашего агента, запущенной на первой машине. Смотрите. Ой, нет. А большое, да? Узнаете этот ключ? Я взял с машины, с секционной машины, зашел на удаленную машину, но сказал пробрось мне агента с собой. Он пробросил агента с собой. Вот он. И если я отсюда сейчас захочу зайти куда-нибудь еще, ну не знаю, то меня... А, с этим ключом меня не пустят, потому что этого ключа у меня нет. Да. Да, да, да. Этот ключ я разложил только сюда. Но самое главное в этом процессе, что агент-то, тот, у которого я аутентифицируюсь, запущен на этой машине. Никто не видит этих распарольных ключей, кроме доверенной программы агента, которая запущена здесь. Я, например, сейчас могу сделать вот так. Есть только соки, к которым можно сходить и запросить аутентификацию. Да. Да. Более того, я этого не использую, а вот, допустим, на практику, на нашем, вы могли видеть, что у вас при попытке воспользоваться ССХ возникает такое окошечко, которое называется AskPass. Вас уведомляют о том, что кто-то пытается получить аутентификацию на вашей машине. А вдруг это не вы? Ну, если у вас несколько пользователей, да, и у вас ключик есть, агент запущен, и вдруг, почему-то у вас внезапно вы ничего не делаете, у вас внезапно выскакивает табличка, кто-то хочет засыхаться с вашим ключом. Наверное, что-то не так пошло. Вот в тот момент, когда к этому сокету происходит обращение на аутентификацию, да, вот если я сейчас скажу, там, не знаю, вот, то можно включить еще и AskPass. Тогда AskPass будет спрашивать, это вы или не вы? Потому что, ну, вот если есть на этой машине root, вот на этой машине, он в этот момент может проэксплуатировать вот этот сокет, сходить, получить доступ, тоже все, тоже все. Но ключа, распароленного в памяти на этой машине нету, есть никуда. Таким же образом можно прокидывать всякие порты TCP-шные. Вот. Ну, например, ну, не знаю. Давайте я это сделаю и на этом мы закончим, потому что времени мало. Нам еще надо про домашку поговорить. вот. Смотрите. Сейчас. Я неправильно сказал? Минус R надо было сказать, да? Я тупой. я тут случайно убил все, кроме агента. Давайте мы сейчас еще перезапустим. Я расскажу еще одну фишечку, расскажу про домашку, мы закончим. Так, значит, убиваем агента. Заодно я расскажу одну вещь, которую хотел рассказать. Запускаем его заново, но на этот раз не копипастим всю эту мешанину, а делаем вот так. Значит, кто немножко знаком с Shell, что сейчас произойдет? Мы сначала запустим команду с Hagen, с помощью бэктиков получим строчку. все ее выдачи, вот ту самую, которую мы мышкой копипастили, и ее выполним, заевалим. Помните, там было эхо, агент PID, столько-то. Вот это вот простой способ запуска с Hagen, если, конечно, вашим дистрибутивом по умолчанию не запускают. Дальше добавляем ему ключик. Теперь нас пускают нагрет, вот, и теперь мы сейчас попробуем пробросить такие, пробросить такие, сейчас, нет, по-моему, минус L все-таки, да, или нет, remove, сейчас, секунду, ну-ка, я не вижу его, а, я не туда смотрю, что ли, то есть, наоборот, минус R надо, да, в смысле, минус L надо было, localhost, ща, но это неважно, все равно минус L, localhost, это самое любимое мое название хоста, я всегда так делаю, вот оно, вот, что сейчас произошло, сейчас произошла довольно забавная штука, я не только зашел по ССХ на удаленную машину под названием Греб, я еще на эту удаленную машину под названием Греб взял адрес localhost 2.80, там сервер запущен, и пробросил порт оттуда на локальную машину, на порт 8080, и если я сейчас зайду на порт 8080, на локальной машине, localhost, 2.8080, то я внезапно попаду на Греб. Очень удобно, если у вас до сайта нету ничего, никакого доступа, кроме ССХ, а вам хочется там, веб-сервер запустить, например, как вы делаете? Как запустить веб-сервер на удаленном хосте? Очень просто, засыхаетесь туда, сейчас, давайте мы вот сюда, пробрасываем, ну, сейчас, я не помню, какой там порт должен быть, сейчас, секундочку, python3-mhttp.server, 8.40, отлично, что мы делаем сейчас? Вот, смотрите, вот мы заходим на удаленный хост, на котором даже веб-сервер-то не запущен, предположим, запускаем там веб-сервер, который всегда встроен в питон, этот веб-сервер слушает на порту, на порту 8000, а этот порт 8000 мы только что пробросили сюда, на 8080, смотрим, ну вот, если у вас есть SSH, то вы можете запустить любую службу с той стороны, особенно если она пользовательская, не требует портов с номером ниже, чем 1024, и вот, пожалуйста, вы можете скачать по HTTP любой файл, вот оттуда, из того самого места, где, вот, тут спрашивают, можно ли, можно ли пробросить порт навсегда, да, есть такая штука, как SSH конфиг, читайте MAN, там все можно это сделать, у меня очень много настроек, которые так устроены, я просто боюсь что-нибудь пропалить, хотя, может быть, и не страшно, сейчас давайте посмотрим, как устроены мои настройки, может быть, там ничего страшного-то и нет, ну, довольно типичная ситуация, да, вот название условное, куда вы сосыхаетесь, вот на самом деле его ключ, потому что этот ключ может быть несколько, у вас могут быть разные названия, ключ один и тот же, и SSH будет ругаться, вот его адрес, вот ключик минус L, ровно тот самый, который мы сейчас делали, мы пробросим локальный порт 90.91 с удаленной машиной, ну, локальной, ну, а ProxyJump, это более сложная штука, про которую я сегодня уже не успею рассказать, и так я, можно и не наоборот, можно и в другую сторону, минус R, это в ту сторону проброса, да, 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 они будут видеть сервисы на нас, да, можем притаскивать с собой свои сервисы туда, и так, и так можно, в общем, было бы у нас, значит, вот эту штуку, проброс порта, я еще буду демонстрировать, когда мы будем разговаривать про атлантик, вот, там будет такое вот веселое упражнение, ну, не важно, значит, поэтому я про нее рассказал, а таксик или шелл, на самом деле, обладает диким количеством всевозможных интересных способностей, например, он умеет работать как в соцпроксе, сразу, если у вас есть ССХ в свободный мир, вы можете туда сосыхнуться, оставить здесь соц, у вас броузер будет работать через этот прокси, ну, так, к слову, вот, значит, как ни странно, давайте, домашнее задание, вопросы, и разбегаемся, извините, что я так долго тупил, но, видите, домашнее задание, найти место, где вы будете делать практику, либо это ваш Linux-дистрибутив, на котором вы работаете, какая-нибудь убунт, с которой вы работаете, или не убунт, неважно что, либо вы ставите его в виртуалочку, либо вы пишете мне письмо, и я вам завожу аккаунт на сервер практику, который подставляется просто в виртуалочку, просто на моей рабочей машине, у меня в компании, которая стоит на моем столе, там эта виртуалочка все равно запущена, я в какой-то момент похвастаюсь, что она делает, это очень интересно, заодно, мы еще раз посмотрим, как пробрасывается партнер, завести публичный репозиторий, где угодно, лишь бы от него можно было сделать гитклон, наши студенческие считаются, то есть студенческие аккаунты считаются, а репозиторий отдельные, разумеется, и вот здесь вот, на гитхабчике, вписаться, а уже тут люди вписываются, слушайте, это прошлый год, это точно этот год, 22, так, это надо зафиксить, так делать нельзя, но это я сейчас зафиксил, просто чтобы люди не стали, вот здесь вот, а как же так, он же пятый был, по-моему, так, секунду, да, тут нету этого иши, значит, надо это закомментировать пока, но я этот иши буквально, буквально на днях сделаю, и в смысле сегодня, давайте мы это пока закомментируем, чтобы народ не, вот, запись вот эту, значит, когда этот иши я создам, вот, ваш комментарий к этому иши, это будет запись на спецкурс, то есть, когда от меня потребуют, кто записался на спецкурс, я просто хожу в эту багу и посмотрю, кто записался, вот, гитхаб, гитлаб, факультетский, что угодно, другой, значит, да, с дистрибутивами Linux, если вы выберете Alt Linux в качестве дистрибутива, то я готов вам оказать сколько угодно поддержки, просто потому что это, как бы, в моих интересах, если не Alt Linux, какой-нибудь другой, у вас там Ubuntu, Fedora, Arch, неважно что, по мере моего понимания, если вы выбираете всякие странные штуки, либо типа VSL для винды или Mac, как ни странно, там тоже что-то работает, а что-то не работает, и тут я вам не в помощь, даже в случае VSL, хотя там типа LTS Ubuntu внутри, но фиг знает, вот, вот, вполне себе, такой белый шум, он всегда разный, это просто некоторый белый шум, потому что, чем лучше вы шифруете и упаковываете ваш поток, тем равномернее должна быть частота распределения паттернов внутри него, ну, потому что иначе, может быть, по ним можно как-то обратно все, вот, еще вопросы, но у меня тут спрашивали, что собой, спасибо, я понял, у меня тут спрашивали, что собой представляет сам трафик, и я ответил, что трафик с хашной, вот, если заглянуть в него, представляет собой вполне себе такое равномерное распределение, даже, вот, белый шум, это же нормальное распределение, а это равномерный, равномерный распределенный шум, так что я соврал, вот, ну, что, Еще раз извините за такой тупеж Я постараюсь к следующему разу Как-то оптимизировать все это бесконечное безобразие Я даже примерно знаю как На этом спасибо В следующий раз мы уже займемся Собственной разработкой Потому что Зачем мы говорили про Security Shell Если вы заводите аккаунт на GitHub Скорее всего вам понравится СХ-шный ключ Там есть конечно вот этот токен GitHub Но это как раз Это как беспарольный ССХ-шный ключ Это вот ключ, который вы можете пропалить в любой момент Я лично буду пользоваться Именно ССХ-шным ключом Ну вот А заодно Если вы запросите аккаунт у меня на сервере На сервере Practicum То вам все равно понадобится ССХ Все, спасибо еще раз Еще раз прошу прощения за вот такие накладки Я не очень был готов к тому Что все это так здесь работает На этом собственно Всего доброго И вам тоже спасибо Спасибо